Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территорию Украины. Высокоточной ракетой «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» нанесен удар по аэродрому «Арциз» Одесской области. В результате удара уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами «Барактар-ТБ-2» и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле. В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении за сутки поражено 11 взводов реактивных систем залпового «Неград» в районах Куртимовка, Очертино, Тоненькая Сухая Балка, Новгородская, Майоровка, Отрадовка и Зайцево. Также поражено 12 артиллерийских взводов вооруженной силы Украины на огневых позициях в районах Дзержинска, Новгородская, Николаевка, Ленинская, Зайцево. В районе населенного пункта Подгорной уничтожены две 155-мм гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчетами. Операционно-тактической армейской авиации за сутки поражено 47 районов сосредоточения живой силы и техники. В том числе уничтожены живая сила и военная техника в районах Веселая, Приволье и Богородича ДНР. Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук-М-1» в районе Северска ДНР, а также локатор подсвета и наблюдения зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе Новодружеской Луганской Народной Республики. Ракетными войсками артиллерии за сутки поражено 148 районов сосредоточения живой силы и военной техники вооруженной силы Украины, 25 пунктов управления, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях. В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 450 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин, а также 16 специальных автомобилей. Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Апостолова Днепропетровской области. Также сбиты в воздухе 9 украинских беспилотно-гинтательных аппаратов в районах населенных пунктов Алисовка Харьковской области, Верхнеторецкая ДНР, Гречишкина Луганской Народной Республики, Курган Могила Кулича, Томинобалка и Чернобаевка Херсонская область. Кроме того, перехвачены 9 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Малая Камышеваха и Долгенькая Харьковской области, Макеевка и Авдеевка ДНР. Всего с начала проведения специальной операции уничтожены 208 самолетов, 132 вертолета, 1260 беспилотных-гинтательных аппаратов, 345 зенитных ракетных комплексов, 3696 танков и других боевых бронированных машин, 576 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2055 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3731 единица специальной военной автомобиле «Т». В ходе проведения специальной военной операции противник несет значительной потери. Так, с 19 мая за месяц боев одна только 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и раненными больше 2100 человек. Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров в некомпетентности, взяточности и кумовстве при выплатах денежного удовольствия. В 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ около 100 военнослужащих разведывательного подразделения из-за массового неповиновения командования были сняты с выполнения боевых задач и вывезены в Кременчуг для проведения расследований. Значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ самоустранились от управления своими подразделениями и уклоняются от выполнения боевых задач. Используются любые предлоги по симуляции заболеваний. В большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера.